Итак, друзья, мы начинаем матч фонда «Шаг вместе». Две команды сейчас выстроились для общей фотографии. Прохладная погода в Москве, но очень тёплая атмосфера здесь, на Сапсан-арене. На стадионе, рядом с футбольным стадионом «Локомотив», второй и очень большой, и вместительной арене комплекса в Черкизове. Вот фотография, и здесь действительно очень приятно было наблюдать за всем тем, что происходило до матча. Футбол футболом, но собрались здесь все для того, чтобы ещё раз и ещё раз показать, что мы способны объединяться, способны быть вместе и помогать друг другу. Футбол – игра великая, она порой доставляет нам неприятные минуты, но досада быстро проходит, потому что следующие матчи впереди, следующие надежды. А самое главное, что футбол действительно всегда объединяет, и футбол приносит больше положительных эмоций, больше страсти, больше азарта. И этого тоже будет много сегодня на поле, потому что команды готовы. И перед вами составы. Главный тренер команды «Мы рядом» Аркадий Дворкович, Юрий Горчинский, второй номер, третий – Александр Жуков, четвёртый – Анатолий Мещеряков, пятый – Александр Новок, шестой – Олег Ситников, седьмой – Дмитрий Потопчук, восьмой – Сергей Лимонов, девятый – Дмитрий Булыкин, десятый – Павел Багутский, двенадцатый – Эльдар Мустафин. Мы представляем сейчас весь состав команды, имея в виду, что замен будет неограниченное количество, и запасных, разумеется, тоже по ходу матча представим. Арбитры. Арбитры известные, именитые. Выделить Станислава Сухину, он возглавляет судейскую бригаду, и его помощники, тоже Максим Каплин и Дмитрий Кисель. Состав команды «Шаг вместе», её тренирует Валерий Газаев, Алексей Смертин – второй номер, Михаил Дворкович – четвёртый, пятый – Виктор Булатов, шестой – Сергей Деревянко, седьмой – Гоша Куценко, восьмой – Сергей Качушкин, девятый – Сергей Али Мерзоев, десятый – Станислав Станиславский, голкипер с десятым номером, одиннадцатый – Денис Майданов, двенадцатый – Дмитрий Вербицкий. Ну и надо сразу сказать, что помимо тех игроков, которых мы увидели в стартовых условных составах, у команды «Мы рядом» сейчас прямо на поле под 22-м номером Валерий Карпин, и это невероятно интересно. Ну и профессионалов здесь, конечно, много, достаточно для того, чтобы вести интересную комбинационную игру, но любопытно посмотреть, как они справятся и с другой своей ролью, не только с ролью профессиональных футболистов, но и наставников на поле, тех, кто должен организовывать игру, потому что это футбол. Футбол – действие командное, и сегодня все вместе должны быть на поле. Итак, Булыкин, Поляков – еще один профессиональный футболист, и Карпин разыграли мяч. Аркадий Дворкович не только тренер этой команды, но и ее капитан, и нападающий на правом фланге сразу пошел открываться в обороне, пока мяч разыгрывают. Футболисты шаг вместе, еще раз напомню, в зеленой форме эта команда в белой, команда «Мы рядом». Дворкович, любопытное пересечение сегодня, брат его играет в противоположной команде, Михаил Дворкович, и он тоже на поле, и тоже на правом фланге, такое ощущение, что они поначалу решили друг от друга спрятаться. Вот как раз Михаил Дворкович был с мячом, сделал передачу назад, а это пас к чужому Булыкину, Аркадий Дворкович, пас в касание, ну и здесь уже начинается тактическая борьба, нужно попытаться избежать ошибок, для этого есть тренер, понятно, что тренеры в таких матчах не сразу готовы управлять, потому что команды готовятся к играм недолго, но уже по ходу матча здесь нужно проявлять себя стратегом и тактиком, и если будут ошибки, обязательно нужно подсказывать. А тренер серьезный у команды «Мы рядом», это у команды «Шаг вместе» – это Валерий Газань. Павел Занозин, мой коллега, работает на бровке и готов в любую минуту включиться в репортаж, для того, чтобы побеседовать с участниками матча, с теми, кто готов выйти на поле, ну и с теми, кто все это придумал и организовал. Пока мы смотрим, как разыгрывают мяч. Лево, лево, лево! И очень здорово Булыкин переводил в центр. И приходится много защищаться. Команде «Шаг вместе» – «Шаг вместе». Пас вперед, не прошла эта передача. Валерию Карпину нужно поактивнее себя вести на правом фланге. Там хорошая связка может получиться. Вот и пошли передачи пяткой. Здесь играет Алексей Смертин, здесь играет Роман Широков, Виктор Булатов. И вот как раз от них мы ждем перехода на чужую половину поля. Не задержались они с этим, добрались до штрафной. Булатов, пауза, сам решил пройти. Смертин. Вот уже всем составом вернулись. Но не могут закрыть Широкова, который зарабатывает угловой. Роман Широков сейчас с мячом. Команда «Шаг вместе». Она в белом перешла в атаку и не выпускает соперника. Смертин пропускает мяч дальше. И здесь перехват. Молодой футболист в составе команды «Мы рядом». И это опасно для соперника. Хорошая скорость, но с ним справились. И теперь Михаил Дворкович пытается перехватить мяч. Пас назад вратарю. Ну, темп уже неплохой. Уже были моменты. Был забавный момент, когда защитник отдал мяч сопернику. Но партнеры помогли. Ну, и вот отличный пас на ход. Аркадий Дворкович закрыли эту зону. Булыкин не успел помочь. Карпин центральный. В зоне играет. Сейчас почти что опорным полузащитником. Догоняет атаку. В пятером. Хватит ли сил здесь? Булатов. Смертин рядом. Это может быть опасно. Ну, и передача на фланг. Там открывался Сергей Кочушкин. Пока игра в полузащите устраивает. Для таких матчей очень часто характерна картина, когда делится все на атаку и на оборону. Но есть профессионалы, и Широков перехватывает мяч. Два финта и передача на фланг. Здесь нужна помощь. Возвращается мяч в центр. Смертин в одно касание. Булатов. Дальше налево. Будет подача. Высоко. Слишком. И мяч в руках уголкипера. Ну и скорость, скорость набирает. Пошел атаковать соперника Смертин. Обещали перед матчем, что не будет жестких стыков. Но борьба есть борьба. И это уже очень опасно. Поляков. Аркадий Дворкович. Подача в центр. И прекрасный перехват. Вот так играет. Головой. Александр Зубков. Олимпийский чемпион. Пас вперед. Нет, не будет углового. Скорее всего. Держит, держит темп. И вот сейчас прозвучали слова от Алексея Смертина. По мысли Хорошова. Тот пас, который из глубины пошел, так оценил прямо с поля. Легендарный наш футболист. Сам Смертин пошел. В борьбу Качушкин. Но и здесь защита играет надежно. Уверенно. Роман Широков. Михаил Дворкович. Короткая стенка. И дальше свободная зона. Булатов отдаст передачу. Да. Но немного. Не туда, куда открывался Сергей Алимирзой. И защита очень аккуратно. Сработала. Валерий Карпин. Ну что, будет набирать скорость? Ваяц, ваяц, ваяц. И за боковой. Бросает. Валерий открывается. Булыкин. И можно вперед бросить. Хотя и был за линией последнего защитника. Дмитрий Булыкин. Штрафной. Опасно. Обвел вратаря. И закатил мяч в сетку. Дмитрий Булыкин. Открывает счет. Все легко и свободно. Валерий Карпин сыграл хитро. Бросив из-за боковой по флангу. Такое ощущение, что он нарочно этот мяч. Рикошетом от соперника за боковой отправил. Чтобы такую оригинальную комбинацию с Булыкиным разыграть. Но это должно рассердить, разозлить соперника. Начинает атаковать команда. Мы рядом. Но снова Карпин. И пас на фланг. Отключился защитник. Сразу Булыкин мощно пошел по центру. Карпин. Красивый перевод. Поляков. Но Широков заметил. Этот маневр сыграл вперед. Насмертенно. Но не тут-то было. Пока команды мы рядом значительно интереснее. Хотя мы видели уже два красивых момента. Перед штрафной. Там Булатов пасовал в свободную зону. И даже мог быть выход один на один. Широков. Передача вперед. И уже открылись. И Широков, и Смертин. И Михаил Дворкович справа. В касание нужно играть. Чуть-чуть не успел. Выбивают мяч. Защитники. Дмитрий Потопчук. И нарушение правил. Стенку. Стенку. Просит выстроить вратарь. Смертин будет бить поворотом? Нет. Пробрасывает мяч Михаил Дворкович. И Виталий Погодин забирает мяч. Президент пляжного футбольного клуба «Локомотив». Булыкин. Пас вперед здесь. Тоже нет офсайды. Параллельным курсом. Аркадий Дворкович уже в штрафной. Можно сделать передачу. Финт. Еще один долго. Даже при всей прекрасной технике не хватает силы, времени. Для того, чтобы обыграть защитника. Павел Занозин готов подключиться к нашему эфиру. Да, спасибо большое. Гоша Куценко рядом со мной, которого не хватило в защите команде «Шаг вместе». Поэтому она пропустила. Гоша, сегодня травма, да? Да, да. У меня травма связки. Вчера упал, очнулся гипс. Вот так вот. Ну вот, займусь освещением нашего мероприятия. Да, мы пропустили. Кто забил-то? Забил Дмитрий Булыкин. Ну, бывает. Я запомню. Ладно. Сегодня гораздо больше людей, чем бывает на баскетболе, да? Все-таки футбол действительно привлекает очень много народу. Ну, футбол, конечно, это старинное российское мероприятие. Никуда не денешься. Баскетбол, это его привезли, а футбол, что я говорю? Наверное, нет, ну, чего говорю. Футбол, это тот спорт, это наше будущее. Я скажу так. Спасибо большое, Гоша. Вы делаете очень большое дело. Гоша Куценко. Да, спасибо. Старинное русское мероприятие продолжается на стадионе Сапсан-Арена. И Роман Широков с Виктором Булатовым. Особоченные тем, что их команда проигрывает. Разыгрывают мяч. Подача. Смертин пяткой решил сыграть. Ну, и напрасно. И вот уже команда мы рядом. Снова была неподалеку от чужой штрафной. Вообще легко себя чувствует. И в обороне, кстати, уверенно, надежно. Ну, и впереди где? Булыкин. Карпин в глубине. Вот еще Евгений Поляков. Ну, и отметим Святослав Кожедук. Молодой парень, который там разрывает свой фланг. Хотя с ним справляются защитники порой. Сейчас прекрасный момент был у команды. Шаг вместе. Снова Кожедук. Дворкович и Булыкин. Открывается Булыкин. Станиславский сказал, не верю, что Булыкин может забить два мяча за десять минут. Павел, ну а как все это смотрится с бровки? Ты знаешь, Саша, очень неплохо смотрится и скорости хороши. Я, честно говоря, не ожидал, что футболисты, среди которых очень много непрофессионалов, будут показывать такую игру. Хороший момент сейчас. И мяч в штрафной. Широков, Смертин и Булатов. Поляков справа. Аркадий Дворкович. И опять Булыкин. Возвышается на штрафной. Подача будет. Удар головой в противоход. Красиво играет Булыкин сегодня. Не просто продавливал защиту и пытался забить мощным ударом, а сбрасывал, так оставлял мяч. Ну и прекрасный навес. Аркадий Дворкович не только тренирует эту команду, но и сам очень активно участвует во всех матчах. На разминке попадал по перекладинам. Наверное, еще пробьет. Вот подача чуть-чуть не хватило сейчас точности этому пасу. И замены готовятся. Надо у Павла Занозина спросить, что там за решение у Валерия Газаева сразу несколько игроков выходит. Да, Вячеслав Разбегаев. Как минимум он. И еще три человека. Ну здесь много будет замен. Это понятно, потому что в составах 22 человека в каждой команде. Так что можно полный состав менять. И обратно, я так понимаю, тоже можно. Да, конечно, потому что это все-таки непрофессиональный футбол. И многие будут уставать. И даже у нас есть такая договоренность со Станиславом Сухиной, что во втором тайме теоретически можно сыграть меньше заявленных 30 минут, если футболисты слишком устанут. Ну пока никакой усталости. Уже 14-я минута идет. И много красивого футбола. Сейчас еще прибавят в полузащите. Игроки шаг вместе. Вот несколько замен. Кто появился на поле, Паш? Ну, Вячеслава Разбегаева мы все хорошо знаем. Это наш актер замечательный. И еще несколько представителей команды. Просто тут хаотично так замен происходит, поэтому я не очень точно видел. Севолод Чербаков, я видел. Вышел в оборону. Оф! Один из руководителей Федерации скейтборда. Очень интересно посмотреть. На его футбол. Ну, ему придется следить за очень быстрым 17-м номером зеленой команды. Кожедубом, который сегодня уже убегал по левому флангу неоднократно. Да, убегал, но обвести не мог. Защитника все-таки достаточно грамотно и профессионально играют в обороне. Хотя профессиональных футболистов именно среди защитников ни в той, ни в другой команде нет. Но мы видели, как и Зубков взмыл в воздух. Как мощно снял мяч. Булыкин, Поляков. Булыкин открывался. Ну и рядом с ним. 18-й номер. Это Эрик Штофельхаус, я так понимаю. Вообще, очень сильная команда зеленая. Конечно, у меня такое ощущение, что пока белые немножко просели, но сейчас смерть отличную контратаку начинает. Ну и свежие силы. Свежие силы у команды шаг вместе. Дмитрий Вербицкий. Там на левом фланге. Поляков. Не успел убрать мяч от Булатова. Ну и ногу тоже не успел убрать. И это штрафной. Карпин. Будет в касание передача. Да. Кожедук. Но вот скорость должна сработать здесь. Пустые ворота. И 2-0. И 2-0. Передача Валерия Карпина хороши. Одно он сделал рукой. Руками. И за боковой. Но тоже не без смысла. И с идеей. И сейчас просто идеальный пас на выход. Молодому. Станиславу Кожедубу. 2-0. 2-0. Но тем более уже пора браться за дело. Прежде всего, конечно, Широкову, Булатову и Смертину. Давай выходи. Убинай на бой. Уходит. Уходит автор второго мяча. В этом матче Святослав Кожедук. Игрок команды Академии Спартак. 2002 года рождения. И сборной России. Этого возраста. И атака. Атака. Команды в белом. Но здесь уже не первый раз очень здорово играет Дмитрий Потопчук. Красивый пас вперед. Поляков, Булыкин. Но как же здесь пропускают, пропускают нападающих защитники. Но блестящий очередной раз играет Станислав Станиславский. А футбол-то бодрый по-настоящему. Поляков. Пас от Карпина. Сегодня это Марка. Дворкович, Поляков. Как они красиво разбираются с соперником. Аркадий Дворкович бьет поворотом. Снова Станиславский. Паша. Да, Александр Жуков рядом со мной. Александр, отличная работа на трансферном рынке. Кожеду 15-летний забивает второй гол. Вы видите, взяли паренька из юношеской сборной России. Он блестяще сыграл. Так что здорово, когда здесь играют наши выдающиеся футболисты, ветераны. И у ребят есть возможность вместе с ними сыграть. У вас уже есть возможность сравнивать баскетбольные матчи. Фонда Шаг вместе футбольный. Чем сегодня отличается эта игра? Ну, знаете, сама идея, которая объединяет все эти благотворительные матчи, я считаю, замечательная. И то, что люди откликаются на это, приходят, это очень здорово. Такие благотворительные матчи действительно очень важны. Для тех ребят, которые сегодня здесь, больных ДЦП, ребят, которые нуждаются в каких-то дорогостоящем лечении, в операциях, которые без этого просто не могут нормально жить. И они чувствуют поддержку, поддержку от знаменитых спортсменов, от людей знаменитых. Это очень важно, я считаю. Спасибо большое за вашу помощь. Удачи сегодня, Александр Жуков, президент Олимпийского комитета России. Да, спасибо. Возвращаемся на поле. И, собственно, вы все видели. Продолжаются атаки. Команды шаг вместе. Рывок вперед. Вичлав разбегает. Там и пяткой сыграл Широков. И все, что мог, сделал для того, чтобы эту атаку развивать. Но очень надежно и действительно по-настоящему профессионально играют в защите. Мы рядом. И атакуют. Пас на ход. Это Штофельхаус. Щербаков вратарю на свободное место. Сделал передачу 20 минут почти. Напомню, что формат 35 минут тайм. Договорились-то о том, что, может быть, вторая половина встречи будет и сокращена. Но что-то я в этом сильно сомневаюсь. Ох, как здорово, как красиво. В обороне, хотя, может быть, и не очень надежно. Здесь так по-актерски талантливо сыграно. Поляков. Потеря открывается. Булыкин позади. Карпин. Прошел Поляков по ленточке. Но все-таки мяч в пределах поле не удержал. И тем временем у локомотива... О, локомотива, потому что в зеленой форме, да. У команды мы рядом. Замена. Вместо Штофельсхауса вышел Петр Иванов, президент федеральной пассажирской компании. Он на левом фланге защиты будет играть. Ну и вот встречает Смертина. Надо догонять. Алексей с мячом по-прежнему. И дальше на Широкова. Угловой. Угловых, кстати, больше. Команда «Шаг вместе» зарабатывает. Булатов пришел помогать Широкову. Мгновенно они разыграли. Широков откроется под ответную передачу. Перед ним Карпин. Вот и встретились. Смертин, Широков. Пас. Будет удар. Наконец-то воротом. Оффсайд. Настоящая бурная атака. Красивая комбинация. Мяч еще в воздухе находился. Летая по штрафной от игрока к игроку команды «Шаг вместе». Но, в конце концов, нападающий оказался в положении вне игры. У команды мы рядом все-таки некоторые преимущества, потому что у нее тренер играющий, Аркадий Дворкович. Валерий Газаев, хоть и активен очень на бровке, но все равно до своих футболистов не всегда может докричаться. Ну, как раз, да, я говорил об этом, что ему пора уже включиться в игру не только заменами, а что-то подсказать. Перерыв у нас будет. До него остается чуть больше 10 минут. И опять мы рядом шли в атаку. Щербаков. Нет, не пройдет он. 10 номера Павла Богудского. Тот бросает из боковой. Поляков. Высоко выпрыгнул. Но все-таки он и в «Спартаке» в свое время поиграл. Немного потом занимался пляжным футболом. Поляков вот так по диагонали метров 60 пробежал. Прекрасная форма. Дошел до обороны соперника и за боковой. Бросает команда «Мы рядом». Один такой аут они в гол превратили, но правда тогда совершенно другая была ситуация. Просил Карпин Полякова пропустить мяч на Аркадия Дворковича, но не сразу разобрались. Смертен. Широков. Вот побыстрее стали вперед мяч отправлять. Футболисты шаг вместе. Широков таким же аккуратным и интеллигентным пасом, как Давича Карпин пытался вывести. Один на один разбегая его, но не попал. И не сказать, чтобы футболисты профессиональные вот так уж выделялись. Сегодня, хотя безусловно, мы чувствуем, что они тоже готовы показывать свой максимум. Подача Дворковича красиво. Уже второй его пас с правого фланга, который находит адресатор штрафной. Смертин, Булатов. И четыре партнера перед ним. Хороший выбор для этой атаки. Оставляет мяч Широков. Вот он дожидается Смертина и тоже готовится к передаче. Может быть, сам пробьет отсюда Роман Широков. Смертин. Штрафной. Надо забивать. Удар по воротам. Так, из-под защитника и из-под партнера одновременно носил удар Дмитрий Вербицкий. Перехват по штрафной разбегает. Нет. Потапчук. Мяч пропустил, но вратарь быстро справился. Практически нет дальних ударов, хотя Роман Широков, например, действительно в предыдущей атаке мог бы, наверное, попробовать проверить голкипером и рядом. Но пока они берегутся, может быть, слегка. Симпатичное начало атаки правым флангом. Пропускает мяч Зваркович. Открывается и сам набирает скорость. Очень хороший темп. Пора делать передачу. Вот она. И скидку под удар. Поляков пробьет в угол Станиславский. Красивый момент. Прыжок вратаря, комбинация. Все в темп. Все качественно. И с идеей. Вот этих идей перед чужой штрафной не хватает пока команде. Шаг вместе. Роман Широков. Но, наконец-то, пас штрафную проходит. Ответная передача. Удастся заработать здесь угловой? Нет. Опять все. Очень аккуратно. Главное, спокойно делают защитники. Но до поры до времени. Все-таки потеря. И Виктор Булатов едва не попал в девятку. Еще одна замена готовится. Это Захаряев возвращается на поле. Тоже молодой игрок. Булыкин. Широков. Не дает Булыкин Роману. Спокойно. Разыгрывать мяч. И вот то, что активные нападающие команды. Шаг вместе. Это тоже важно. Передача. Наконец-то. И 2-1. Прошел под штрафную. И отыгрывают один мяч. Дмитрий Вербицкий и команда Шаг вместе. Посмертенно, конечно, был великолепен. Как в старые добрые времена. Ну вот, мы любим это выражение, делать разницу, да. Футболисты профессиональные как раз и отличаются видением игры. Тонкостью принятия решений. И Смертин, конечно, был очень хорош. Не потерял темпа. Вербицкий, 2-1. И еще один проход правым флангом. Прострял. Справляется защита. Смертин. Но здесь ошибка. Только что появившаяся на замену игрок. Ошибся. Здесь Поляков. 3-1. Нельзя было не забить. Аккуратно кладет мяч в угол в передаче Дмитрия Булыкина. Евгений Поляков. Но он нападающий, как и Булыкин. И связка сработала. 3-1. И делает разницу вновь в два мяча. Да. Совершенно верно. Но еще новые персонажи появляются, я вижу. В том числе у команды «Мы рядом сейчас». Сейчас. Это Александр Ягия. Готовится. Да. По 19 номерам он сейчас в игру войдет. Пока непонятно вместо кого. Но тем временем. Альфред Захаряев. Вышел на поле и... Разыграл мяч в центре. Финт пас назад. Смертин. Оставить мяч широкого нет. Протащил чуть дальше. Вот ударов издали мы пока не видим. А было бы интересно посмотреть на вратарей. В действии не только в ближнем бою. Поляков. Разыгравшийся. Выхватил мяч у соперника. И отправил Булыкина. Один на один. И Дмитрий свой шанс не упускает. Какие они беспощадные. Абсолютно. Но они серьезно вышли играть. И их соперники, их визави, среди которых тоже профессионалов достаточно. Сейчас просто должны включить вот это чувство голода и злости футбольной. И чтобы не слишком сильно это все проявлялось, Дмитрия Булыкина меняют. Сейчас как раз Ягия выходит вместо него. Ну, Булыкин далеко не один там. Да, он открыл счет. Сейчас сделал счет 4-1. Просто потому, что каким бы ни был матч. Товарищеским и выставочным. Каким угодно. Но не реализовать свой момент нападающий не имеет права. Тогда грош ему цена. Он может сделать каким-то особенным образом. Особенно красиво. Показав свой арсенал. Но в любом случае забивать-то надо. Дворкович перехватывает мяч. Не очень аккуратная передача из глубины Зубкова. Будет диагональ. Ну, тоже есть свои профессионалы. И в обороне на фланге. Вот мы видим сейчас. Постоянно играет и помогает. Дворковичу. Второй номер. Юрий Горчинский. Он заслуженный мастер спорта. И тоже известный футболист. Как кого-то мы знаем из звезд. Но футболистов здесь много. Слово Павлу Занозину. Да, Дмитрий Булыкин автор двух голов. Это матч рядом со мной. Димка, слишком беспощадно. Он привыкнет, что в таких матчах обычно все бывает поровну. А здесь в 4-1 уже в поле вашей команды. Ну, пока мы выглядим лучше. Поэтому используем преимущество. Во втором тайме неизвестно. Вот сейчас меня заменили. Уже неизвестно, как будет играть. А так постарался преподнести подарок, можно сказать, болельщикам. Чтобы они посмотрели красивые голы. Мне кажется, красивый гол получился на исполнении. Даже два? Ну, второй, да. Второй обычный рабочий. А вот первый был красивый. Отлично. Сегодня отличное взаимодействие у вас и с Поляковым, и с Карпиным. По ходу карьеры пересекались на поле? Ну, естественно, со многими играли. Со многими продолжаем играть. У нас очень много благотворительных матчей, в которых мы вместе выступаем. Поэтому спортсмены, футболисты особенно всегда приветствуют благотворительность. Потому что знают, что это необходимое, полезное дело для общества. Поэтому всегда принимают участие в таких матчах. Спасибо большое. Отдыхайте. Уставший Дмитрий Булыкин после двух голов в ворота команды. Шаг вместе. Что-то мне подсказывает, мы еще Дмитрия на поле увидим. А пока Валерий Карпин и передача на ход очередная. Сегодня в оригинальном амплуа опорного полузащитника. Видим Валерия Карпина. Но главное это острота его решений. Последняя минута договорились мы по ходу первого тайма о 30-минутном формате. Горчинский, Дворкович. А ведь он сам пойдет. Догоняет Роман Широков, закрывая зону по флангу. Но там и помощник есть. И перевод в центр. Здесь долго владел мячом. Защитник команды шаг вместе. И на этом первый тайм закончен. 4-1. Ну и надо Валерию Газаеву сейчас какие-то серьезные придумать слова, ходы. Павел, если можно, послушать, что там на скамейке происходит. Я его выведу, а не знаю. Ну и здесь Александр Жуков поздравляет Карпина с прекрасной игрой в первом тайме. Да, Булыкина сняли, но не для того, чтобы команда перестала забивать, а чтобы он набрался сил и отдохнул. Давайте сделаем небольшую паузу. Уходим на перерыв. Вернемся на стадион Сапсан-Арена через 10 минут. 4-1. В пользу команды мы рядом. Тем не менее, еще есть второй тайм. Многое может поменяться. Но и в перерыве нашего матча... КОНЕЦ КОНЕЦ Станислав Сухина готов дать свисток. Начало второго тайма. Вот только пока не хватает центра форварда. У команды мы рядом. Дмитрия Булыкина сейчас Валерий Карпин активно призывал. Но Булыкин продолжает отдыхать. И все-таки 11-го игрока нашли. Полный состав. Отлично. В роли центра форварда все-таки Александр Ягья. Певец и композитор. Булыкин, забивший два мяча, возможно, еще появится. Ну а команда шаг вместе. Бросается вперед. Булатов перехватывает мяч. Рядом Широков разворачивается. 1-4 проигрывают. Очень здорово в обороне против Широкова. Да и вообще по ходу всего этого матча играет... Седьмой номер Дмитрий Потапчук. Главный советник секретариата. Руководитель администрации президента. Вот так могут играть и очень профессионально наши чиновники. Ну действительно многие любят футбол. И мы видели, как Александр Жуков сегодня, приехав на этот матч приболевшим, все равно вышел, переоделся, разминался. Но решил все-таки воздержаться. Серьезных нагрузок. Широко. Пустые ворота. 2-4. Забивают. И вновь это Дмитрий Вербицкий. Ни один Булыкин сегодня делает дубль или нет? Все-таки нет. Нет, нет, нет. Серьезных не выходить, нет? Да, это Сергей Качушкин. Сергей Качушкин и Дмитрий Вербицкий таким образом отличились у команды «Шаг вместе». Счет становится 2-4. Ну и напомню, в первом тайме уже сейчас замененные Дмитрий Булыкин-дубль, Светслав Кожедуб. Молодой парень, самый молодой участник этого матча. Игрок сборной России 2002 года рождения забил. И еще один Евгений Поляков, который как раз владел мячом. Удивительно корректная игра у нас. Ни одного нарушения правил не было больше, чем за полчаса игрового времени. Был фолл за игрой рукой, было наказание. Но если помнишь, штрафной минуте на десятой. Но это как раз твоего тезиса не отменяет. Качушкин с мячом. Надо отыгрываться. Хорошая подача. И Марсела Жозе Бардон побивает мяч. Еще одна подача. Вот это как раз Вербицкий был. Но он тоже играет справа. Это он подключился в конце первого тайма и забил. Так, в общем, внешне они издали похожи. Ну и мы видим, как Широков, Смертин, Булатов. Играют старательно, но пока не забивают. В отличие от профессионалов команды. Мы рядом. Еще момент. Удар поворотом. Будет добивание. Свисток, да. Игра на вратаря. Не удержался сейчас Вячеслав Разбегаев. И врезался Виталий Погодин. Валерий Карпин повыше теперь будет играть. Я так понимаю, как раз с места опорного полузащитника переместился на позицию атакующего. Поляков. Один, один, один. Перехват. Опять очень уверенно. В обороне Альфред Захаряев сыграл. И пошел вперед Широков. Какую прекрасную скорость справа. Качушкин набрал. Булатов. Но нужно сделать передачу. Качушкин прострел. Удар в касание. И вот это удар в ближний угол. Булатов. Можно пробить уже. Проигрывает команда. Качушкин. Поляков. Спокойно, не нервничая. Выходит из обороны. Команда мы рядом. Анатолий Мещеряков. Сам сыграл на линии Штрафной. Опять Карпин. Разрезающим пасом пытается партнера вывести вперед. Станиславский. Какой темп-то прекрасный в начале второго тайма. Уже и гол мы увидели. Ну, видно, что команда «Шаг вместе» вместе с Валерием Газаевым провела работу в перерыве. И они очень намерены серьезно отыграться. Мешал Булатову Карпин. Но все равно мяч к Виктору отскочил. Широков. Широков. Пяткой пытается забить или сделать пас вдоль линии вратарской. Но это к тому, о чем мы говорили. Все-таки профессионал, выходя один на один в такой вальяжной и вольготной ситуации, должен что-то придумать, чтобы это было еще и зрелищем. Вынос. Италия Погодина. Далековато. Далековато. Улетает мяч. Не дотянется Альфред Захаряев. Тоже профессиональный футболист, наступающий за химки. И тоже один из самых молодых участников этого красивого шоу футбольного. Бас на фланг. Мещеряков. Карпин. Булатов его оттесняет. Разочарован, ухмыльнулся. Валерий Карпин. А Булатов отправляет Широкова и Смертина вперед. Дальше направо. Качушкин. Смертин. Бардон подставил ногу очень вовремя. Горчинский. Карпин. Нет, не стал пас вперед делать, понимая, что сейчас нет там профессионального форварда с хорошей скоростью. Вот дойдет дело за штрафной, тогда и пойдут передачи. Отличный прострел Ягья. Карпин-Поляков. Широков вернулся, чтобы начать атаку. Шесть минут всего-навсего сыгранного втором тайме. Уже масса моментов. Прорыв Качушкина. Вот там зона свободная. Булатов. Пауза. Смертин. Нет, не прошел. Не прошел пас. Расстроился. Булатов пошел атаковать. Так завели сейчас. Широков, Смертин, Булатов. Павел. Да, как раз главный тренер команды «Шагмейстер» со мной Валерий Газаев. Валерий Георгиевич, судя по всему, устроили сбучку в своей команде в перерыве. Ну, в таких случаях, особенно тренеры, всегда говорят, в перерыве сделали прекрасные замены, сделали внушение. И игроки действительно показывают футбол. Вообще, я хочу поблагодарить всех, кто сегодня принимает участие в этом прекрасном матче. Я думаю, что, наверное, это наша задача. Особенно помогать детям, которые больны таким страшным недугом. Поэтому, в целом, я хочу поблагодарить и бизнесменов, политиков, актеров, вас, которые освещаете этот матч. Действительно, хоть чем-то мы должны, так сказать, обязательно помогать таким людям. Поэтому, великолепный праздник, благотворительный фонд «Шаг вперед». Я думаю, сделать очень большое дело. Я думаю, что, мне кажется, это хороший пример. Это первый благотворительный матч такого уровня. Я надеюсь, что наш пример станет для многих, наверное, хорошей возможностью проводить такие матчи. Не только много проблем сегодня у нас со стороны социального характера и так далее. Конечно, надо сказать, вот такие матчи, мне кажется, что дают возможность людям радоваться и приносить пользу тем, которые, к сожалению, таких возможностей не имеют. Ни здоровья, ни, так сказать, еще какие-то вопросы. Спасибо большое вам. Наверное, победитель сегодня не так важен. Ну, я думаю, что вообще матч закончится так трудной, боевой ничьей. Я надеюсь на это. Нам еще надо два гола забить. Тренерская установка понятна. Спасибо большое, Валерий Газаев. Да, спасибо, Паша. Эдуард Исосимов под 55-м номером вышел в атаку у команды. Мы рядом, но атакуют шаг вместе. Это правильно. И вот, наконец, Паша, ты сомневался, что будет борьба, что будут фоллы? Штрафной. Штрафной и очень опасный момент. Да, это фолл, но деваться было некуда. Дмитрий Потопчук, который сегодня отменным образом играет в обороне. Тут уже врезался в соперника. И прямо рядом с линией штрафной, не позволив туда проникнуть, нарушил правила. Широков. Прямой удар, нет. Это подача, срезка. И добивание. И счет становится 4-3. Виктор Булатов заносит буквально мяч в сетку. Ну что, только что обещал Валерий Газаев, что сыграют 4-4. Совершенно не обязательно, что так и закончится матч. Действительно, счет не так важен. Важны искренние эмоции футболистов. А искренние эмоции могут и не позволить сыграть в ничью. Но отыгрываются раз за разом, делая. Еще один шажочек вперед. Белые. Команда «Шаг» вместе. 3-4. Но без булыки на латахе все-таки тяжело чувствовать себя мы рядом. Не хватает им действительно ударного нападающего. Да, объявили на Виктор Булатов первым из профессионалов. Команда «Шаг» вместе сегодня отличился. Бардон пасует вперед. Там был Сергей Лимонов с ничем. Еще одна замена произошла. Ум рядом. Смертин. Вошли во вкус и полузащитники, которые сами тоже идут в атаку. Бардон здоровым встретил. Практически ничего не делая, просто мимо проходил. Но он тяжелее соперника, наверное, в полтора раза. Карпин показывает. Куда открываться? На партнеру. Но немного не хватило техники. Широков. Пауза. Булатов. Широков. Вот какая красота. И выскакивает мяч под удар. Но Бардон не позволит пробить. В этом случае без голого во втором тайме. Чтобы сыграла команда мы рядом, я не верю. Да и Булыкин где-то есть же. Паш, он ведь не ушел? Нет, конечно. На скамейке запасных. И мне кажется, даже настроен выйти в какой-то момент. Особенно если сравняет соперник счет. Поляков. Можно сделать обратную передачу. Уже настигли. А на фланге, кстати, серьезный там уровень физической подготовки. Показывают команда. Шаг вместе. Широков догонит. Нет, стелется к этому мячу Роман. Но хватает за гол у Виктора Булатов. Он не прав. Пошел извиняться перед Широковым. Передача слишком сильная была. Но простил партнера Роман. Тем временем Валерий Карпин снова пытается что-то придумать. Но нужен Поляков. А вот такой перевод. Но здесь атака все закрыта. И снова Сергей Качушкин рвется вперед по центру. Передача. Рикошет. И залетает мяч в ворота. 4-4. Виталий Погодин обескуражен. Это от Бордона мяч залетел. Но тут, конечно, Сергей Качушкин заработал. Заслужил этот гол. Председатель победительского совета. Благодарительного фонда Шаг вместе. Просто разорвал свой фланг. Штофельхаус и Кожедуб возвращаются на поле у команды. Мы рядом. 4-4. Замены и у белых тоже. Вермишан и Щербаков готовятся. Но теперь мы увидим атаку. Кожедуб открывается. Не тут-то было. Слишком простой пас Карпин делал. Булатов. Вот так вот, войдя во вкус, они и выиграть могут. Алексей Смертина меняет Валерий Газаев. Ненадолго. Предупредил, что можно готовиться. Тем временем Кожедуб, Горчинский, сразу качнулась игра в противоположную сторону. Подача в штрафную. Тут и защитники пошли в атаку. Дмитрий Потопчук, к которому мы привыкли в центре обороны, перешел в нападение. Его место временно занял Штофельхаус. Да, это именно от Потопчука. Мяч залетел в ворота. Он, кстати, возвращается. Тоже демонстрируя великолепную подготовку. Вот он уже на своем месте. Так это было временным ходом, такой рокировкой. Переводом защитника в атаку. Традиционная для современного футбола. История. Уходит Станиславский. И тут же новая комбинация на правом фланге. Качушкин притормозил на этот раз. Но можно взять небольшую паузу. Три мяча забили за 15 минут. Даже меньше сейчас 15-то идет. Футболисты шаг вместе. Прострел. Бордон. Вынос. Нет, это передача по флангу. Кожедуб не позволит ему убежать. Хотя легкий ход его понятен. Павел Занозин снова готов включиться. Да, двукратный олимпийский чемпион Александр Зубков рядом со мной. Александр, в бобслей используются футбольные тренировки? Или не очень? Безусловно. Конечно, мы играем в футбол не в таком большом поле. Конечно, мини-футбол. Но играем, потому что это необходимо. Это челночный бег, это скоростные качества, которые присутствуют как в бобслей, так и в футболе. Сегодня как на поле себя чувствовали? Великолепно. Только немножко усталость пришла. Может быть, возраст такой уже пришел, что надо бегать поменьше. Сюда с удовольствием поиграл. Вспомнил. Это очень интересно. Захватывающая игра. Тем более, сегодняшний день. Это дорогого стоит. Ваша команда в три мяча уступала и уже сравняла, что случилось во втором тайме. Это была тактика тренера, который четко, раскладно рассказал, как нужно играть в концовку игры. И все пошло как должно быть. Ну вот, мы видим, что счет уже становится 5-4. Так что все меняется очень быстро в нашем матче. Это великолепно играет. Самое главное, хороший настрой, хорошая игра. И то движение, которое делает Гошка Ценка, конечно, это дорогого стоит. Поэтому ребята играют от души, для души и для людей. И в первую очередь, конечно, для детей, которых мы всегда будем поддерживать и поддерживать. Спасибо большое, Александр Зубков, двукратный олимпийский чемпион. Да, пока вы беседовали, тут забавный эпизод. Очередной проход Дмитрия Потопчука через все поле. И он свой мяч забил от руки соперника. Но все-таки получил компенсацию, которую так ждал за автогол. И снова вывел команду Мориада вперед. 5-4. Так что, как мы и договаривались, без забитых мячей ни одна команда ни в одном тайме не осталось. 4-1 выиграли первую половину. Зеленые белые ведут 3-1 во втором тайме. Они, разумеется, сейчас тоже будут претендовать на гол. Забавно там у боковой убровки, у боковой линии 14-го предлагали менять на 14-го. Сейчас, но не удалось это сделать. Кожедуб, Потопчук, Кожедуб, ух ты, как они разогнали здесь атаку. И Карпина опередил Потопчук, отправил Кожедубу мяч на фланг. Вышел Станислав Станиславский, который бился в предыдущем эпизоде, как лев на линии. Ворот за этот мяч вместе с защитниками, но все равно его пропустил Щербаков, Кожедуб. По таким давлениям сложно играть. Скоростного нападающего Карпин соскучился по игре в атаке. Пошел в чужой штрафной, но через пас вышли из обороны. Футболисты шаг вместе. Захарявов тащит-тащит мяч штрафной, идет дальше, прорывается. Выходит один на один, прострел. Нет, выбил на всякий случай, чтобы не посчитали это пасом вратарю. Виталий Погодин, ну а Дмитрий Булыкин все-таки вернулся. Готовится Евгений Поляков. Боевой состав в атаке, в полузащите мы увидим у команды. И мы рядом, Булыкин, Горчинский. Булыкин уже в штрафной, получает передачу. Карпин тоже хочет сегодня забить. Булыкин, подачу Валерий Карпин, бьет головой. И 6-4. Так что-то ничья под угрозой у нас. Вот именно. Валерий Карпин было видно, правда, чувствовалось, что он так просто с поля не уйдет. И ему не устраивает эта формула, которую, помнишь, Жванецкий предложил в интермедии. Я не уходил с поля без гола. Они заканчивали мяч, а я не мяч, а я обязательно забивал. Нет, Валерий Карпин забить хотел именно в игровое время. Великолепный удар головой в ближний угол со скоком от газона. Да и Булыкин передачу сделал. Мы как-то все думаем о Булыкине. Нападающий, пробивной, таранной и так далее. Надо отыгрываться. Снова минус 2. Передача. Удар поворотом не получается. Это Вячеслав Разбегаев. Ну, 10 минут еще есть. Не надо волноваться. Хотя и позволять сопернику отрываться в счете тоже ни в коем случае нельзя. Погодин почувствовал, что могут перехватить короткую передачу низом. Поэтому сыграл мощно на фланг. И снова через пас. Здесь разыгрался вообще во всех абсолютно линиях. Дмитрий Потопчук. Еще один прорыв в штрафной. Нет, не прошла эта передача. Хотя идея была забавной. Так, за спину сопернику. Продумали передачу. Актиз уже широко. Штрафной пас. Пустые ворота. Надо забивать, но спасает Виталий Погодин. А вот это уже Дмитрий Вербицкий был. Тоже мог сделать дубль. Но и Широков не пожадничал. Интеллигентную в своем стиле передачу сделал. Воротарь молодец. Еще одна замена в обороне. У команды шаг вместе. Но сейчас не до обороны. Альфред Захаряев. Удар выше ворот. Ну, тоже не проверяли практически вратарей дальними ударами сегодня. Футболисты. Молодой профессионал должен был попробовать. 6-4. Меньше 10 минут играть. Они хотят, по-моему, отдавать победу. Зеленые. Штофельхаус. В окружении оказался. Широков. Карпин не смог перехватить мяч. И теперь-то забьет или нет Роман Широков. Нет, но мяч уходит. Уходит за пределы поля. Иногда это можно разглядеть и без видеопросмотра. Группа новых игроков опять убровки. Павел. Да, замены. Новые замены. И, в первую очередь, в составе команды. Шаг вместе. Михаил Дворкович здесь возвращается на поле. Очень здорово он в первом тайме выглядел на правом фланге. Я думаю, что все как раз идет к тому, что Валерий Газаев попытается вырвать эту ничью. Может быть, даже отправив всех в атаку. Вот интересно, Смертин остался или все-таки он уже окончательно заменился? Тосками как-нибудь чуть дальше, но, по-моему, никто не ушел из футболистов. Все здесь и все готовы на поле появиться в случае чего. Времени не так много. Хотя мы видим, за пару минут можно забить 2-3 гола. Но это если соперник расслабится и позволит. Булатов, Широков. Михаил Дворкович сделал передачу, а сам открылся слева. И пас штрафную. Опять Вячеслав Разбегаев, который играет ударным форвардом. Вот я не очень люблю форму футбольную. Играет кого-то. Но когда актер это делает, наверное, все правильно. Карпин, Горчинский, Поляков. Успел, успел. Как здорово здесь защитник по флангу Кирилл Сверидов. Играет пляжного футбольного клуба. Карпин, Кожедуб. Не пожалел, не пожалел соперника. И вратаря, но попал в штангу. Святослав Кожедуб. Булатов. Какой футбол-то пошел, а? Мгновенно доходит еще и штрафной. Сознает моменты и те и другие. Виктор Булатов. Одно движение. Второе обманный развернулся. Немножко не хватает партнеров. Начинает. Рывок и забивает. Роман Широков. Но, пожалуй, по исполнению это главный шедевр матча. Несколько финтов Виктора Булатова. Мягкая подкидка. На правый угол штрафной. Аплодисменты Романа Широкова. И ему самому тоже. За остановку. И удар в дальний верхний угол. 5-6. И 6 минут до конца. Карпин. Булыкин. Тут же передача вперед. Павел Богуцкий. Назад на Булыкина. Валерий Карпин вступил в борьбу. А Широков его очень красиво обвел. Развернувшись телеседана. Булатов и Широков пошли забивать. Но, пардон. Просто подошел и сказал, дай-ка мяч, пожалуйста. Павел. Генеральный директор федеральной пустажирской компании Петр Иванов рядом со мной, который сегодня поиграл на двух позициях левого защитника и центра форварда. Таких разных. Знаете, позицию игрока определяет всегда тренер. Поэтому нам где, как бы, родина прикажет, мы на той позиции и играем. А вот сейчас чуть-чуть Дмитрий Булыкин не забил гол ворота. Мы играем 6-5. Ведем игру. Игра идет бескомпромиссная. Нет такого ощущения, что это благотворительный матч. Все играют в полную силу. И бывшие игроки, и те, кто сегодня пришел поддержать благотворительный фонд. Шаг вместе. Гоша Куценко, спасибо всем организаторам. Спасибо Гошу в первую очередь за то, что на протяжении многих лет развивает эту очень важную миссию. И дает нам всем возможность поучаствовать в этом правильном деле. Изнутри процесса баскетбольные матчи от футбольных чем-то отличаются? Баскетбол от футбола отличается очень сильно. Другая энергетика, другая нагрузка. Но любой спорт с мячом интересен. Отлично. Супер. Спасибо большое. Петр Иванов в нашем эфире. Спасибо. Еще один момент создал Валерий Карпин. И был удар головой. Попытка пробить. И Бардон пошел. Увлекаются защитники. Во втором тайме уже забил свой мяч Дмитрий Потопчук. Как сейчас Марсело Жозе Бардон хотел красивым резаным ударом перебросить вратаря. Еще 4 минуты играть. В один мяч уступает команда «Шаг» вместе. Альфред Захаряев, Булатов, Широков. Мы видели, что он может творить на чужой половине поля. Роман набирает скорость. Притормаживает. Ждет Булатова ответную передачу. Да, вот этот пас. Но Поляков перехватывает. И тем не менее атака продолжается. Роман Широков. Поляков вновь не довел мяч до Разбегаева. Широков. А Карпин как скейтбордист пошел вперед. А где там у нас вице-президент Федерации скейтбординга? Бардон. Карпин. О, как красиво получилось. Булыкин и Горчинский здесь вдвоем. Красивая подача. И здорово играет защитник Кирилл Сверидов. Атака мы рядом продолжается. Снова Карпин попросил мяч. Получил его от молодого партнера. Карпин, Булыкин, Карпин, Горчинский. Вот там два мощных игрока можно подавать и нужно подавать. Бардон. Да, как правильно говорил Петр Иванов, совершенно не собирается что-то менять в концовке и отдавать сопернику его партнеры. И Марселло Жозе Бардон пошел забивать. А вот пример Карпин, это как помог сейчас команде решать вместе. Я напомню, что счет был открыт вскоре после начала матча. И проход Булыкина организовал вводом мяча из-за боковой Валерий Карпин. Долго, долго. Эдуард Изосимов, представляющий компанию Камелия. Но возился с мячом Широков. Еще одно движение. И Потапчук выбивает мяч на угловой. Угловой за две минуты до конца. Все почти вернулись, кроме двух мощных, оставшихся на чужой половине поля. В центральном круге игроков у команды мы рядом. Шаг вместе атакует. Вот потеря. Кожедуб, можно разбежаться. Хорошо здесь сыграл Булыкин. И сам Кожедуб набрал скорость. Длинная передача. Подбор Бардона. Кожедуб. Вот концовка. Отобрали. И неожиданно легко мяч у бразильца. Это Всеволод Щербаков был. Последние минуты и еще одно интервью от Павла Занозина. Пока Булатом и Широков здесь разыгрывают мяч штрафной. Вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков рядом со мной. 6-5. Такая борьба и две минуты до конца остаются. Все-таки будет ничья или нет? Я думаю, что в любом случае уже есть победители. Победители это те дети, которые получат помощь от тех денег, которые мы собрали, играя в этот матч. А так я думаю, что это не договорный матч. То есть судя по полю и судя по тому, как ребята играют, все бьются за победу. Ну, действительно, Локомотив, я так понимаю, очень серьезное влияние оказал на то, что происходит. И стадион выделил, да, и форму, и подарки. Я думаю, это же нормальная история от любой футбольный клуб, какой бы он ни был, там, первый, второй и какой-то легион. Но мы все играем ради зрителей, с одной стороны. А с другой стороны, мы не можем все быть в стороне от того, что происходит у нас в стране. И если мы можем хоть чем-то помочь детям, у которых, людям, у которых хоть какие-то проблемы, мы просто счастливы, и мы должны это делать. Спасибо большое вам. Ждем конца матча. У нас остается чуть меньше минуты. Да, и Гоша Куценко высказил на поле, ведет прямую трансляцию, видимо, в соцсети, поддерживая таким образом проекты и обороны своей команды тоже. Но Валерий Карпин с мячом, последние секунды, пас под удары. И все-таки выиграют зеленые 7-5. И это, похоже, уже итоговый результат. Технический директор Гравилон Констракшн Павел Богуцкий забил мяч, который все-таки до 12-ти счет голов довел, но 6-6 не получилось. Так что Валерий Газаев Аркадий Дворкович уступил. Понятно, что все здесь равные эмоции, получили яркие, и итоговый результат был не так важен, как та атмосфера. Спасибо огромное. Главное, то дело, которое собрало нас здесь вместе. И сейчас после общего фото еще несколько важных слов будет здесь сказано, поэтому, пожалуйста, не расходитесь. Прекрасные кадры концовки. Мы, наверное, увидим еще и, как мы это называем, саммари-матч забитых мячей. А главное, мы увидим лица и эмоции для того, чтобы делать общие фото, которые сделали этот день таким праздничным, таким ярким. Павел Занозин продолжает свою работу на поле непосредственно. Сейчас еще прозвучат слова, которые поставят точку, но, наверное, не точку, а многоточие, потому что очень правильно все говорили, давая интервью по ходу матча и в вступительных словах. Такие игры должны быть регулярными. И сегодняшний футбольный матч, конечно, это начало пути, и только шажочек вместе. Дорогие друзья, спасибо большое, что пришли. Трибуны! Пускай сегодня эти трибуны были забиты не до конца, зато наполнены наши сердца. Спасибо большое, низкий поклон всем участникам. Я делал все, что мог, я не мешал, но я не удержался. Выбежал на поле, я, к сожалению, еще не коснулся мяча. Мы собрали около 9 миллионов рублей. На нашем сайте нашего фонда «Шаг вместе» вы увидите результаты своего труда и результаты адресной помощи. Спасибо большое всем, кто пришел. Спасибо всем, кто придет в следующий раз. Мы продолжаем, и, я думаю, мы поиграем еще на закрытой арене. Огромное спасибо. Спасибо Ольге Панковой, спасибо Миле Соловьевой, спасибо всем волонтерам, ребята, отдельно. Спасибо. Аплодисменты волонтерам. Ура! Спасибо благодарительному фонду «Шаг вместе». Конечно, огромное спасибо. Действительно за то, что мы сегодня увидели и за то, что они сделали. Они знают, что они не одиноки. Спасибо РЖД здоровью, спасибо Локомотиву, спасибо футболу, спасибо спорту. Спасибо. Павел Занозин, Александр Шмурнов вместе с вами смотрели этот благодарительный матч. Мы наверняка встретимся еще раз и еще раз. Действительно, спасибо «Шаг вместе» за этот первый футбольный шаг нашей акции. Мы с вами смотрели «Шаг вместе». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА